друзья всем привет давайте поставим плюсики кто меня хорошо слышит поприветствуем друг друга какие города у нас здесь сегодня есть как ваше настроение как прошли ваши праздники давайте дружненько скинем ссылочку на вебинарную комнату своим друзьям близким кто еще не подключился потому что по статистике как всегда люди опаздывают именно 10-15 нормальные явления либо потом пересматривают записях до красноярск ростов обалдеть здорово хабаровск я смотрю у нас даже есть люди с других стран замечательно в итоге как ваше настроение ребят пока все подходят потихонечку побеседуем о том какие у нас вообще города есть как ваше настроение московская область уже 30 человек замечательно люди подтягиваются наша сегодняшняя тема будет обучение для новичков для партнеров для тех кто сталкивается с базовыми ошибками в сетевом маркетинге потому что сетевой маркетинг он очень обширный очень много моментов есть что люди совершают простые базовые ошибки после которых разочаровываются не только в сетевом маркетинге но и в компании да хотя компания в этом не виноват до владимиров так и было потому что в начале люди написали презентации потому что произошло недопонимание по факту готовился именно обучение то есть поэтому мы проведем обучение для тех кто хотел послушать именно презентацию либо мы скинем ролики либо проведем для вас завтра послезавтра то есть на днях уже презентацию но для начала мы проведем такое некое обучение я уверен вам понравится потому что мы все с вами являемся коллегами по цеху так называемые все мы работаем сетевом маркетинге и у каждого из нас есть определенный опыт то есть я с вами буду делиться именно опытом то есть мне нет смысла сейчас вас кормить теоремами там стандартными заученными фразами или тем то что есть в интернете потому что в основном базовая вещь которая есть и транслируется все маркетинге это просто теорема то есть как правильно они говорят делать исходя из из не то чтобы своего полученного опыта исходя простой то есть так теорема а я же вам буду говорить про именно опыт который я получил которая получила моя команда и как мы работаем то есть что мы меняем своих презентаций так давайте еще пару минут мы с вами пообщаемся после чего начнем потому что народ все подтягивается подтягиваться 38 человек в итоге как настроение ваши ребят я надеюсь все в хорошем настроении праздники прошли это значит что теперь надо включаться со свежими силами со свежими силами еще лучше надо быть вами ребят потому что все на новый год загадывали что 2018 будет гораздо лучше гораздо доходнее то есть мы решили что весь негатив и все негативное окружение негативные события мы оставляем в нашем семнадцатом году а в 18 уже будет более лучше вот только важная особенность каждый год люди пытаются изменить свою жизнь но ничего не меняется у многих по одной простой причине потому что от слов здесь ничего не происходит ведь самое главное в нашей жизни это не слова от действия то есть многие люди загадывают или говорят что вот я начинаю новую жизнь нового года а в итоге у них ничего не меняется а почему не меняется по одной простой причине окружение меняется их привычки не меняются их действие не меняются они лишь просто поменяли мысли но этого мало ребят потому что самое главное это действие я на одном тренинге очень хорошую фразу для себя усвоил это узнал хорошо теперь делай потому что грош цена просто даже знанием да мы все знаем что самым люди наследие библиотеки но что толку что это им дает понимаете вообще о чем я то есть смысл самый главный в том что мало знать вообще надо делать потому что в основном везде пытаются нам вселить скажем так не больше даже знания больше просто теорему потому что интернет это большая большая огромная свалка в которой вы можете найти ценные для себя только в том случае если вы ориентированно что-то конкретно для себя ищите если же вы ни к чему-то не нацелены не настроен это вы просто будете всю информацию которую с интернете просто брать по максимуму в итоге вы будете брать как хорошее так и плохое так тогда давайте все начнем уже 49 человек и все народ подтягивается подтягивается я очень рад молодцы ребят заходите заходите еще побольше в общем меня зовут анатолий успешный как вы увидели уже из нашей открытки да мне 23 года я из города чебоксары свою свой путь сетевом маркетинге я начал еще в 17 лет 17 лет мой начался путь и тогда я еще не разбирал что такое сетевой маркетинг я пошел на лидера то есть на человека которому у меня было доверие на человека который являлся для меня так так называемым наставником потому что этот человек был очень умен он был старше меня на 12 лет и я думал если этот человек говорит что этот бизнес хороший то я думал что как бы по идя за ним этот бизнес я стану успешным но как и какую ошибку я совершил и какую ошибку совершают многие из нас новички они начинают возлагать ожидание не на самого на себя на вашего наставника то есть многие новички думают что если мой наставник такой успешный если он столько зарабатывает то и я смогу но есть маленькие нюансы во первых ваш наставник выполняет те действия которые не выполняете вы у вашего наставнику уже есть определенный опыт в сетевом маркетинге которого нет у вас да если вы новичок либо он более уверен чем вы в основном это связано либо с доходами либо с большим количеством компаний до этого где человек получил опыт а вы же думаете сейчас я начну у меня все попрет и вот в итоге что получается новичок весь на энтузиазме на эмоциях заходит в эту компанию а потом с его действиями ничего не меняется он думает наверное сетевом маркетинг это не моё вот это вот базовая ошибка которая происходит следующий еще момент такой когда не то чтобы даже вы разочаровались да когда вы возлагаете ожидания на тех людей кого хотите вы пригласить вы хотите пригласить какого-то человека в компанию и думаете что начнет приглашать а он не приглашает 2 приглашаете он не приглашает 3 приглашаете он не приглашает и вы начинаете а сомневаться уже в себе может быть я что-то не так делаю может быть моя презентация не настолько хороша и так далее да дело в том что нужно вообще выявлять определенные принципы определенную скажем так психотип человека потому что если вы ориентируетесь на свой теплый рынок или свою родню да там своих близких то вы должны понимать что близкие ваши люди в основном заходят просто на вашу уверенность помните это ваша уверенность убеждает их в том чтобы зайти вашу компанию это не значит что с таких но с таким психотипом человека да вы построите большую команду а что делаете вы вы мотивируетесь на первом этапе вы начинаете возлагать надежды на тех людей которые даже об этом не не знает и не думает и начинаете потом переживать почему вот я регистрирую людей у меня никто не работает а вот другой регистрирует людей у него все работают то есть важная фраза которую я многим сейчас людям говорит то есть запомните да и вы прям запишите потому что когда я ее записал много в моей жизни поменялось это действительно очень короткая фраза но очень полезно это то что очевидно для вас не очевидно для других понимаете смысл этой фразы то что вашей голове не означает то что будет в голове у другого человека то есть все ваши ожидания не означает что будет ожидание то есть это ваша другого человека даже если вы думаете что возможно этот человек сейчас будет приглашать много людей в эту компанию а этот человек думает мне эта компания не интересно либо у меня сейчас много дел вообще помимо этой компании и я буду просто инвестором а вы начинаете возлагать на него надежды вы начинаете приглашать его постоянно в офис к себе в компанию либо постоянно в контакте ему там где-нибудь социальных сетях пишите о том то что давай делать бизнес а наш бизнес очень серьезный очень хороший а человек даже не думает человек вам может быть даже говорит для того чтобы вы не обижались что да 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 на самом деле он не двигается по одной простой причине ваши ожидания не совпадают ваши ожидания слишком далеки от того человека который вам о котором вы предлагаете этот бизнес поэтому важно именно заранее фильтровать и заранее дать понять понять человеку что вы от него хотите потому что если вы потратите время даже не потратите да инвестируете время заранее свои намерения этому человеку то вам будет проще вы сокращаете потраченное время на этого человека тем то что вы на мне нужно объяснять что да как вы человеку сразу говорить что вам нужна команда вам нужны активные люди и готов ли ты готов ли ты и перейти к изменениям готов ли ты приглашать и что для этого нужно потому что многие люди либо боятся но вам об этом не говорят вообще не говорят либо сомневаются вообще вашей компании но исходя из того что вы ему близкий человек они вам просто доверяют просто поймите они вам доверяют они могут зайти вам на хороший портфель давным хорошую сумму купить ваш продукт если продуктовая компания но они не хотят двигаться и вот теперь важная суть когда люди начинают вообще двигаться за вами до люди начинают приглашать по одной простой причине когда они видят ваши изменения представьте себе вы в одной и той же кофте ходите три года на работу и потом неожиданно приходите на работу и говорите ребят я занялся бизнесом у меня все получается я зарабатываю миллионы кто вам поверит когда у вас все то же самое его и вот у вас начнется сразу но вот когда квартиру купишь машину купишь тогда и призем и так далее то есть банальные ответы людей которые не уверены вас от вас не пахнет деньгами это важная особенность а люди начинают постить да в социальных сетях какие-то либо посты о красивой компании о том то что в нашей компании все здорово все супер сами еще не разобрались у самих жизнь не поменялась сами еще на доходы большие не вышли и тут они начинают выкладывать посты и в итоге 0 ничего ничего не меняется и вы начинаете переживать начинаете копаться сами в себе и так далее у меня вот много партнеров моей компании в моей калка моей команде и у каждого из них одни и те же проблемы то есть первый тип людей да это которые полностью не выучил компания вот просто не выучил ее да он понял основные плюсы то есть основ основные фишки этой компании то есть чтобы когда и зачем и почему но не понял зачем это все откуда это все как это все строится одно чем это основывается и в итоге человек на полном энтузиазме начинает просто приглашать всех подряд просто всех подряд или еще такая фишка очень не нравится наставник ему говорит так приходи ко мне в офис мы с тобой начнем продвигать бизнес в итоге человек ваш приходит и говорят садись составляй список все садись составляй список и начинает прозванивать на самом деле когда человек не получил еще все знания компании когда человек еще сам не уверен в своем в своем выборе да то есть сам еще не разбирается о том что за компания зачем и почему он начинает просто играть в программу что где когда он начинает звонить своим каким-то людям знакомым либо незнакомым ему просто начинают задавать вопросы он просто начинает на них отвечать в итоге что получается он позвонил ему задали вопрос он на них ответил и они попрощались он попрощался вот так вот делать не нужно по одной простой причине потому что мы строим бизнес сетевой маркетинг это очень серьезный бизнес которому нужно полностью разобраться если на обычной профессии люди ходят сперва обучаться до получают высшее образование потом у них практика и потом только они приступают к работе да там либо разряд у них там повышается либо карьерная лестница у них повышается то сетевом маркетинге люди думают что все иначе в маркетинге люди приходят вчера работал на стройке сегодня выкладывает пост о том то что он стал бизнесменом и думать что у него все получится ребят прежде чем выйти с одного с одной категории людей на другую вам нужно пройти определенный путь первое это вам нужно вообще разобраться вашем продукте как вы будете рекомендовать фильм который вы не посмотрели как вы будете рекомендовать блюдо которые вы не попробовали и что происходит люди на энтузиазме не выучив свой продукт не изучив его то есть не изучив работу с возражениями начинает предлагать всем подряд они предлагают 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 а толку нет я знаю много партнеров которые изучали различные тренинги супер профессионалов супер сетевиков смотрели кучу роликов читали книги начиная там от роберта киосаки богатый папа бедный папа но ничего у них не меняется вот вообще ничего не меняется они приходят в офис для галочки попью чай но у них ничего не меняется и самое что самое главное интересное что когда они видят эти люди да возможно даже это и вас касается как бы когда вы видите что другие люди уже успевают в этом бизнесе а вы нет вы начинаете обижаться на самого себя и думаете что это не не ваше на самом деле все просто есть два типа людей первый тип людей которые просто делает второй тип людей которые прежде чем что-то делать начинает сомневаться и начинает думать а даже вот у меня в офисе есть такая вот скажем так цитата которая появилась на стене вся проблема этого мира в том что дураки и фанатики всегда уверены в себе а умные люди полны сомнений на самом деле это так и есть потому что мы очень много сомневаемся мы очень много думаем а что да как а может быть по-другому а что рассказать этому человеку а как ему правильно преподнести как правильно его замотивировать а что ему сказать а что не сказать а может быть он умнее меня а какие могут быть может быть он не вопрос значит и в итоге у вас что получается вы начинаете вести внутри себя внутренний диалог который никак вас не красит который никак не делает вас лучше который делать вам в основном только хуже самая главная фишка на презентациях это выучить продукт и чтобы ваш диалог не переходил в рубрику вопроса на ответы прежде чем сделать презентацию либо это будет скайп либо это будет личная встреча вы должны человеку сказать давай я тебе сейчас проведу презентацию либо давайте сейчас расскажу о компании а вот вопросы уже после то есть это главное поговорить потому что в презентациях я часто замечаю как многие люди начинают рассказывать и вот уже спустя 5-10 минут люди начинают задавать вопросы и часто эти вопросы не связаны вообще с компанией это связано вообще с деньгами и все прочим например банальный пример человек у меня бы все делать презентацию другой ему в ответ говорит слушай а как же моральные качества он ему говорит смысле но вот вы занимаетесь сейчас бизнесом криптовалюты на ведь деньги это не есть хорошо и начинается у них целая дискуссия на целый час там два этого делать не нужно поймите вот эти важные вещи вы сперва дайте человеку суть то есть расскажите ему про свою компанию лишь потом уже переходите к вопросам потому что если человек вам начинает задавать вопросы а вы на них начинаете отвечать что происходит вы просто начинаете с ним общаться уже нет никакого бизнеса поймите он вам начинает задавать вопросов еще больше когда вы начинаете с ним отвечать а самое что интересное да и самое что главное когда вы начинаете спорить с этим человеком что вы думаете когда вы будете спорить с человеком он в итоге с вами согласится да ничего подобного дураку проще согласиться с тем то что он умный чем доказать самому себе что кто-то умнее чем его чем он поймите это стандартные фишки. Я, возможно, сейчас не говорю что-то новое, но я просто замечаю, что даже те люди, которые мне говорят в лицо, что да, то ли я это понимаю, эти же ошибки совершают. Действительно, эти же ошибки совершают. Следующая вещь основная, если вы наставник, если у вас есть уже какая-то команда, либо кто-то в вашей команде уже есть, пожалуйста, предупредите их, что прежде чем делать презентацию, прежде чем начинать проводить какие-то массовые предложения, звонки по телефону и все прочее, пусть не то, чтобы даже изучить компанию, а первые встречи проведет сам со своим наставником. Потому что человек еще не разобрался, он еще не является авторитетом для других людей, он еще ничего не поменял в своей жизни, начиная с работы, одежды и так далее. И он начинает сразу на энтузиазме, на эмоциях делать бизнес. В итоге что происходит? Он просто потом начинает копаться сам в себе, а что у меня не так? Он обижается не только на самого себя, но и в целом на компании, и говорит стандартную фразу, которую мы все уже выучили. Сетевой маркетинг – это не мое. Еще я очень часто замечаю тех людей, которые меняют различные компании, в первое обожгутся, во второе обожгутся, в третье потом говорят, «Знаешь, что ли, сетевой маркетинг – это не мое». Вот. Вот это вот стандартная фишка, хотя на самом деле это же здесь что происходит? Человек просто на эмоциях делает неправильные действия, базовые ошибки совершает, а потом и просто получает то, что он и должен получать. Следующая фишка, которую я получил вообще за всю историю всех своих компаний. Сразу говорю, когда я был в различных компаниях, я поменял там 3-4 компании, я столкнулся с одной главной проблемой, которая была лично у меня. Эта проблема была связана с тем, что то, что знаю я, то, что могу я, и то, что у меня получается, не получалось у моей команды. Понимаете, о чем я? То есть меня не могли дублицировать. Хотя странно. Вроде бы у меня это получается, у меня получается продать продукт, у меня получается сделать презентацию, а вот у моих людей это не получается. И потом начинается фраза. Ну, я не умею разговаривать так красиво, как ты. Ну, конечно, там ты молодой, допустим, я старый. Ну, конечно, ты давно в сетевом маркетинге, а я вот совсем недавно. Ну, конечно, ты уже здесь зарабатываешь, а я еще не зарабатываю и так далее. То есть начинаются просто отговорки. Почему это происходит? Это происходит потому, потому что человек не получил подтверждение своим действием. Понимаете? Если вы не получаете подтверждение своим действием, то рано или поздно вы начинаете угасать. Потому что если у вас нет каких-то определенных успешных сделок, хорошего чека, который у вас начинает увеличиваться, команда, которая вас понимает и самостоятельно работает, вы начинаете угасать. Потому что вы чувствуете, что что-то у вас идет не так. Вы начинаете чувствовать, что что-то происходит вообще немыслимое. Вот почему у других получается, а у меня нет. Почему там многие бизнесмены, а я нет и так далее. А еще самое интересное, когда люди начинают скидывать ссылки на какие-нибудь вебинары, либо обучение людей, кто уже состоялся в маркетинге, и они говорят, ну конечно, он-то на самом верху, но он-то давно уже, а мы-то что? Ну конечно, те, кто наверху, они зарабатывают, а вы нет и так далее. То есть это банальные ошибки, которые заключают люди. И вот что я выявил из этого. Первое. Когда вы совершаете какие-то продажи, пожалуйста, похвалите себя за это. Если вы зарегистрировали даже просто человека, скажите себе, я молодец. Также ваших партнеров нужно хвалить и помогать им в этом. Если вы увидели, что у вас какой-то партнер подключил какого-то нового человека, либо он продал что-то, продукт какой-то, похвалите его. Скажите, ты молодец, у тебя отлично получается, ты супер. Что это даст? Это даст колоссальную энергию этому человеку. Да, возможно, он вам это не покажет. Но я знаю, я уверен в том, что после того, как вы похвалите и себя этого человека, он начинает еще больше делать. Я просто вам приведу пример. Человек, двое детей в школе за одну и ту же работу получили разные оценки. Один получил двойку, и его оскорбили перед всем классом, а другой получил тройку. Но учитель явно сказал, что этот парень молодец, и что если он постарается, и мы в это верим, то у него получится в следующий раз лучше. И в итоге тот, кого похвалили, сделал в следующий раз гораздо лучше, а тот, кого, скажем так, опозорили, либо унизили перед всем классом, после этого он даже не захотел делать больше вообще. Потому что человеку дали веру в себя, дали мотивацию. То есть подтянули его старания, скажем так. Поэтому очень важно делать презентации, и после этого, когда человеку получалось сделать презентацию, похвалить его. Я даже вам скажу, как это работает. То есть вы человека добавляете в какой-либо чат, и начинаете его приветствовать. Просто приветствовать. И человеку это нравится. Но ничего себе на работе скукота. Допустим, дома там жена отопилит, либо что-то на работе не так, в серьезном отношении что-то не так. И тут говорят, приветствуем нового участника. И все начинают хвалить, давать ему хорошие пожелания. И все, человек мотивируется и говорит, ребят, спасибо, очень приятно. Я в вашем бизнесе совсем недавно, но мне уже все нравится. То есть вы начинаете зажигать этого человека. И вот важно, чтобы когда вы начинаете зажигать этого человека, вы должны правильно наставить его на истинный путь. Потому что если человек начинает самостоятельно переходить к действиям, как я вам сказал до этого, самостоятельно начинать приглашать, когда он не разобрался в компании, начинать говорить все подряд, не разобравшись в компании, начинать просто ответы на вопросы. То есть он звонит человеку и говорит, слушай, я начал заниматься бизнесом. Он говорит, круто, а каким бизнесом? Ну это в общем компания такая. А что за компания? Откуда она началась? И начинается просто, понимаете, целая просто, я даже не знаю, как вам это объяснить, буря просто вопросов, реальная буря вопросов, и человек уже не знает, что делать. И в конце он говорит, знаешь, я в этом бизнесе совсем недавно, совсем недавно, давай я тебя свяжу с этим каким-нибудь наставником моим или тем человеком, кто меня пригласил, и вы уже с ним пообщаетесь. В ответ мы что слышим? Ну ладно, как-нибудь в следующий раз, ну ладно, когда у меня дела, разгребу, когда у меня уже времени больше будет, или когда у меня выходные будут, тогда свяжемся, и в итоге так и человек к ним может связаться. Просто потому, что базовые ошибки, ребят, поймите, сетевой маркетинг – это бизнес, в котором нужно работать как личность. То есть здесь не оплаченное ваше время, которое вам оплачивает, то есть за 8 часов рабочего времени, да, вы отработали, вы получили. Ваша задача здесь максимально эффективно расходовать свое время. То есть вам нужно, вам нужно что сделать? Вам нужно осознать вообще, какой у вас продукт, на какой рынок он ориентирован. Потому что если вы будете продавать пылесосы, пылесосы нужны не всем. Вот у меня человек есть, он продает пылесосы. Он продает пылесосы за 115 тысяч рублей, представьте себе такое. И у него своя категория людей, то есть он уже выявил свою категорию людей, и он на этом зарабатывает. А у меня есть человек, который работает на стройке, да, соответственно, у него тоже есть своя категория людей. Так вот, в сетевом маркетинге тоже есть своя категория людей. Если вы работаете продуктом, то вы начинаете выявлять свою категорию людей. Если вы начинаете работать с инвестициями, то там, соответственно, категория гораздо выше. И вот теперь внимание, если мы работаем на криптовалюте, то, соответственно, вам нужно за основу брать тех людей, кому нравится криптовалюта, за основу тех людей, которые интересуются криптовалютой, и тех людей, которые что-то хотя бы слышал, чтобы с чего-то начинать разговор. А то очень интересная штука, мы приглашаем человека в офис, он приходит, довольный, снимает курточку, мы ему говорим чай и кофе. И самое интересное, ты что-нибудь слышал о криптовалюте? Он говорит нет. И начинается. Ну давай я тебе сначала объясню. В итоге там разговор может затянуться на час, на два, и в итоге я просто замечаю, что в основном 95% этих случаев, что они не могут подписать этого человека. Потому что человек просто в конце говорит, ну знаете, надо подумать, надо почитать в интернете, надо посмотреть. Давайте вы мне скиньте ссылку, скиньте ссылку, а я уже посмотрю. И вот теперь вдумайтесь, ребят, зачем тогда вы нужны? Зачем тогда вы сделали презентацию? Если в конце этой презентации человек вам говорит, скиньте ссылку, я посмотрю. Значит, что-то вы сделали не так. И имейте в виду, что вообще на презентациях люди очень скрытные. Очень скрытные. Они вообще могут просто, вы просто можете не понравиться им. Представляете, вот он увидел у вас там дырявая кофта, но вам об этом не говорит. Вы начинаете разговаривать про большие деньги, про серьезные доходы, про все как здорово, как супер, что ваш бизнес процветает, что доходы увеличиваются, а он смотрит на вашу кофту и думает, господи, что этот парень мне несет, вообще о чем он? Он в дырявой кофте сидит, кофту не может купить, а мне о каком-то серьезном бизнесе говорит. Это один момент. Второй момент, когда человек видит, как вы переживаете на презентации, вы действительно переживаете, вы начинаете говорить такими банальными фразами, теряться, запинаться, еще стандартная вещь. И человек просто тоже уже неинтересно ему слушать, потому что он видит, что от вас не пахнет деньгами. Просто не пахнет от вас деньгами. Поэтому важно понимать, что если вы пришли в стил-маркетинг, вы должны выглядеть как бизнесмен. То есть, либо это хорошая одежда, уверенный вид, от вас должно вкусно пахнуть, вы должны прям сиять таким успешным человеком. Потому что если вы сидите в домашней одежде, вы не уверены в себе, вы просто там с будуна проснулись, или два часа назад и приходите в старой своей домашней кофте рассказывать человеку о бизнесе. Человек, конечно, пришел ради того, чтобы попить чай с конфетами, и потом вам сказал, ну, в принципе, тема интересная, ладно, как-нибудь на днях созвонимся. Вот действительно стандартные вещи, которые совершают люди. Так вот, смотрите, что вообще я понял из этого. Первое. Вообще изучайте какие-либо тренинги, и высылайте это в социальных сетях. Потому что вы должны сейчас своим людям, своему окружению показать, что вы к чему-то стремитесь, что вы что-то изучаете, что вы начинаете развиваться. Потому что в дальнейшем, когда вы пригласите какого-то человека, он будет видеть, что вы были на каком-то обучении, вы проводили какое-то обучение, о, ага, значит, он что-то узнал, можно к нему. Потому что за нами наблюдают. За мной наблюдают даже те люди, которых я не знаю. Очень интересная штука, я приглашаю каких-то людей на презентацию, и потом мне говорят, о, я тебя знаю. Я говорю, странно, откуда знаешь? Он говорит, да я видел в интернете, как ты там обучение проводил. Я думаю, здорово. То есть люди наблюдают за нами, но просто нам об этом не говорят. Поэтому, если вы прочитали какую-то книгу, выложите это в социальные сети, о том, что я прочитал новую книгу, замечательная книга, всем рекомендую и так далее. Вы были на каком-то тренинге, обязательно сделайте фото, обязательно сделайте скриншот какой-то и выставите о том, что вы были на тренинге. Если есть какие-то новости, портал криптовалюта или тем, то, что вы занимаетесь, выложите это на стену к себе вконтакте, либо в инстаграме, о том, чтобы люди видели, что вы чем-то интересуетесь, вы чем-то занимаетесь, чтобы у человека уже было понимание, что вы бизнесмен, что вы в этом что-то понимаете. Потому что, вот знаете, я был, до этого у меня была профессия тренером, я работал тренером в тренажерном зале. И я замечал такую фишку, что в основном люди идут на знаменитых людей. То есть на тех, кто уже в городе какую-то шумиху создал, кто уже набрался опыта, либо с большим внушительным телом, что люди видят, что да, этот человек разбирается в спорте. Но я был молодой, я начинал работу тренером всего лишь 19 лет. И я понимал, что мне нужно что-то менять. Как я могу вообще заинтересовать человека? А заинтересовал я его очень просто. Общением. Я просто, мне давали новых людей, кто, ну то есть бесплатная тренировка с тренером была первая у нас начальная. И я просто с человеком общался о жизни. Я ему давал понять, что я приятный собеседник. И дальше, когда уже начинал делать, человек получается, какие-либо упражнения неправильно, я подсказывал ему, как сделать правильно. В итоге, я стал лучшим продаваемым тренером среди всех тренеров. На тот момент нас было около 17 человек. И с 17 человеком я стал самым продаваемым. И самое интересное, на рецепшене администраторы говорили, что ли, ты что уговариваешь людей? Почему к тебе так много людей идут? Ты что их уговариваешь? Этого быть не может. Ты даже неопытная, к тебе столько народу идет. А все просто. Я просто с человеком общался. И человеку интересно было со мной заниматься. Вот. Это то же самое касается и здесь. Когда вы разговариваете на презентации уверенно, когда вы человеку даете определенные моменты, с которыми он согласен, когда вы начинаете меняться и показываете, что в этом вы что-то понимаете, человеку будет интересно. Потому что команда строится на тех людях, которые так же горят желанием, как вы. Команда не строится на инвесторах. И вот я замечаю, когда, например, люди приглашают по 20-30 человек, 40 человек в команду, а у них никто не двигается, никто не приглашает. И начинают они говорить, о, у тебя там всего лишь 5-10 приглашенных, а уже столько человек в команде, а вот у меня больше приглашенных, а людей в команде нет. Почему? Так потому что строить бизнес надо на тех, на тех, кто именно горит желанием, как вы. А как мы вообще начинаем приглашать людей в бизнес в последнее время? Начинаем обманывать его. На самом деле так оно и есть. Многие люди начинают под видом каких-то других брендов приглашать. Например, многие компании сейчас держатся на... То есть, предположим, была одна обычная компания, привязала к себе криптовалюту, и люди начинают туда толпами заходить. О, у них есть криптовалюта. Вывод, например, биткоин, круто. Понимаете? Или, например, кто хочет биткоин по цене 2012 года, приходите к нам. И начинает тем самым народ заманивать на другую компанию. Или следующий момент. Например, приходи завтра в пятницу в наш актовый зал. Допустим, там будет крутое мероприятие по криптовалюте. Человек приходит на это мероприятие, а ему говорят о том, что вот наша компания, она лучше на сегодняшнем рынке и так далее. И в итоге что происходит? В таких ситуациях в основном цепляют какие-то конкретные примеры либо люди, от которых пахнут деньгами. Но не цепляет их ваша презентация. В основном все решает именно то, какой человек это преподносит. И если он вселяет уверенность людей, то это 100% подписание. Если он не вселяет, как бы вы круто это ни назвали, как бы это круто все ни звучало, как бы вы его там на тусовку какую ни собрали, человек не будет двигаться. Потому что важно человеку понять, что он получит. Да, следующий вещь, который бы я вам порекомендовал записать, это самая главная презентация, которую мы совершаем на ошибку, очень серьезную ошибку, это когда мы начинаем хвалиться своими успехами. Когда мы начинаем говорить, как круто у вас все поменялось, но не говорим о том, как может поменяться у другого человека, сидящего на вас напротив. Потому что в презентациях огромную роль играет то, что человек у вас получит, а не то, что получили вы. Поэтому на презентациях самое главное говорите человеку, что у него может измениться в жизни, что он сможет изменить в своей жизни, и как начнут меняться его доходы, если он будет в вашей компании. Ребят, если есть какие-то вопросы, либо что-то вы не услышали, недопоннили, пожалуйста, пишите в чат, я на вас сразу отвечу. Так вот, когда я начал людям говорить о том, что будет меняться в их жизни, когда я начал говорить людям о том, что вообще их ждет в будущем, если они будут делать те действия, которые делаю я, люди начали охотно этим интересоваться. Вот просто действительно охотно интересоваться. И мне это все обрадовало. Следующий момент, который стал этапом, скажем так, моего развития, когда я начал совершать покупки, которых у меня не было до этого. То есть, новый телефон, например, макбук и так далее. И люди начинают видеть в вас изменения, наконец-то. Мы это называем в стиломаркетинге пыль в глаза. То есть, люди начинают видеть изменения, и им интересно. Ага, значит, у него есть деньги. Хотя найдутся негативные люди, которые скажут, что возможно взял в кредит, или покупка не столь дорогая, да ладно. Но тем не менее, люди должны видеть, что у вас что-то меняется в жизни. То есть, люди должны видеть, что вы действительно стали богаче, умнее, что у вас что-то меняется. Поэтому, что вам нужно сейчас сделать? Вам нужно в корне изменить вашу страничку в социальной сети. Потому что, вот я, у меня был опыт, скажем так, работы в Авито и в таких системах, как Юла. И я там, когда продавал, я очень, огромная особенность, очень сильное внимание уделял именно на то, какое объявление у человека. Потому что, вот предположим, вы продаете телевизор, да, из первой категории людей, которые продают телевизор, каким образом? Она просто выставляет марку, характеристики, и все, продаю. Другой что делает? Другой выставляет этот же самый телевизор и описывает превосходный звук, отличное качество изображения, суперкрутые технологии, отличное состояние, превосходное качество сборки, минимальные ранки. Как вы думаете, у кого купят телевизор? У того, кто просто написал характеристики и сказал продаю, или у того, кто сделал красивое и яркое описание, хотя один и тот же телевизор? Конечно же, возьмут у того, у кого красивое и яркое описание, кто вызывает эмоции. То же самое с вашей страницей. На вас смотрят, за вами наблюдают и если у вас есть фото в ваших социальных сетях, которым уже 3-4 года либо 5 лет, это портит вашу репутацию, потому что на этих фотках возможно ваша прежняя компания какая-то сетевая, прежнее место работы, где, когда человек делает анализ о вас либо составляет какое-то общее мнение о вас, он начинает просто смотреть вашу страницу, листать полностью фотографии, ага, вы были в той компании, в той компании, в той компании, значит, и эту компанию поменяете. То есть, вот это действительно плохо, поэтому рекомендую вам удалять старые фотографии и, то есть, грамотно вести свою страничку ВКонтакте. Так, а если заработка пока нет, подключилась неделю назад. Отлично, Елена, спасибо за вопрос, очень отличный вопрос. Если вы только включились недавно в эту работу, вам нужно заранее посмотреть ролики на тему, как правильно регистрировать человека, как правильно заводить и выводить деньги и какой-то вебинар, который вам лично понравится на ваше мнение. То есть, вебинар общий, желательно, который идет не так долго, то есть, минут 30-40, который вы можете скинуть вашему партнеру после, ну, на всяких, скажем так, случаев, да, либо который вы выучите наизусть для себя, потому что вам важно знать продукт. Предположим, вы изучаете, вы, например, работаете в автосервисе, вам же нужно знать что да как, то есть, что, где, как связано, зачем, почему, откуда, то есть, мотор работает, куда масло заливать, то же самое в сетевой компании. Вам нужно знать все ответы на вопросы, вы должны быть профессионалом. То есть, я сравниваю работу сетевого маркетинга с некой дипломной работой. То есть, это ваша дипломная работа, которая должна быть выполнена на ура, где вы рассказываете четко, от А до Я, где на любой вопрос, который вам спрашивают или задают, вы можете легко ответить. Удалять посты про старую компанию тоже, видимо, нужно. Ну да, конечно, нужно, потому что, поймите, что, возможно, для вас это ничего не значит, но, знаете, как происходит? В основном, люди, которые интересуются нами, либо люди, которые нас пытаются изучить, они, как правило, начинают искать только негативное, чем позитивное. Ну, так вот устроен мир, что человеку легче внимание, то есть на цели, да, свой фокус внимания на негатив, чем на позитив. И действительно это так. Вы начинаете делать презентацию компании, и они начинают, прежде всего, спрашивать о рисках, о негативных моментах и так далее, о том, то, что в стране творится, о том, что криптовалюту, возможно, запретят, что это мыльные пузыри и все прочее. Если вы занимаетесь продуктовой компанией, о том, что кому это нужно, о том, то, что дешевле продукты можно найти, что мои друзья давно этой косметикой, там шампуньми не пользуются и так далее. То есть это действительно то, что вам нужно усвоить. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша страница стала продаваемой, чтобы ваша страница вселяла уверенность, вам нужно удалять старые посты о старых компаниях, либо даже, например, представляете, вот у меня есть партнеры, у которых фото есть со стройки, где он в спецовке стоит там с сказкой и говорит, я у друга на работе. Хотя этот парень сетевик, представьте себе. Этот парень, у которого большая команда. И вот они, он, к нему заходят на страницу и видят, что он на стройке там пьет водку со своими друзьями и думают, да какой сетевик, зачем мне под него подписываться и так далее. Это я вам просто даю примеры. Как отвечать на вопрос, что FargoCoin это пирамида. Сейчас к этому перейдем. Успешные сетевые маркетинги это люди, экстраверты, для меня странно делать из себя образ, который на самом деле не с этой действительности. Есть такой тоже момент, Наталья, с вами полностью соглашусь, но ситуация в том, что не нужно делать образ, не нужно на себя брать больше, чем вы не сможете вывести. Ситуация в другом. Вам нужно просто создать образ того человека, который интересуется за трендами, за новинками. Вот смотрите, есть бабушки, люди пожилого возраста, которые до сих пор ходят оплачивать интернет, ЖКХ, кварплату на почту. А есть те же самые бабушки, те же самые люди пожилого возраста, которые просто заходят в Сбербанк онлайн и оплачивают ЖКХ и интернет и все прочее через мобильный банк. В чем их отличие? Отличие очень простое. Кто-то идет в ногу со временем, кто-то нет. Это же не значит, что нужно вам кричать на всеобщее обозрение, вот вы плохие, я хороший, вот я в ногу со временем, да, вы нет. Вам просто нужно дать понять людям, что мир меняется, мир не стоит на месте, что нужно идти в ногу со временем и тогда у вас все получится, Наталья. Именно то, что вы сейчас мне написали, я с вами полностью согласен и у меня есть такие же партнеры в моей команде, которые еще не добились ничего, но в интернете у них все так сладко и красиво, но человек видит реальность и действительность, она не совпадает и после этого сделает вывод, что все это брехня, что все это чушь и так далее. Поэтому прежде чем создавать свою какую-то красивую страничку ВКонтакте, Инстаграме, не важно, Фейсбук, что у вас там, прежде чем вообще делать бизнес, да, вот этот вот и успешно им заниматься, вам вообще нужно разобраться в этом самим, прежде всего, это первое. Второе, вам нужно уделять этому каждый день время, потому что чем больше уделяете вы это время, тем больше вы успешнее становитесь. И самое главное, уберите, пожалуйста, ожидания. Уберите ожидания. Сейчас давайте просто проверим такую вещь, есть ли это у вас тоже в жизни, когда вы начинаете узнавать о какой-то компании что-либо, когда вам делают презентацию про компанию, первое, что вам кажется, что все подключатся сюда. Есть такое у людей, что вот сейчас я позвоню трём друзьям и всеми скажут мне да. Есть такие у вас ситуации, которые были в вашей жизни? Мне просто сейчас интересно. Предположим, вы были на презентации, вы на эмоциях, вы звоните подружке и думаете, что сейчас она вам скажет да. В итоге бац, она вам говорит, ну слушай, о чём ты, Оль, думайся там и так далее. Потому что вот у меня есть среди компании, среди команды такие люди, которые думают, что вот сейчас все им скажут да, что у всех всё получится и так далее. Ну хотя бы в большинстве, не то чтобы даже все, в большинстве людей думают, что если вам понравилось, то и понравится вашим друзьям 100%. То есть большинство людей так думает. Так вот, это с чем связано? С тем, то, что очевидно для вас, не очевидно для других. То, что в вашей голове, то есть не может быть также и в голове другого человека. Поэтому, прежде чем думать за человеком, решать за человека, кому нужно, кому не нужно, кому понравится, кому не понравится, изучите свой проект на все 100%, полюбите свой продукт, не важно, что это будет, портфель, продукция, вам нужно полюбить свой продукт так, чтобы вы на эмоциях это рассказывали. Вот когда вам понравится какой-то либо фильм, да, вот действительно вы на эмоциях, вы посмотрели этот фильм, вам он понравился, все супер, все здорово, и вы начинаете на энтузиазме всем рассказывать просто. Посмотрите этот фильм, посмотрите. будете начинать копаться в себе и будете думать, что все маркетинг это не ваше. Когда вы не изучили продукт, когда вы сомневаете сами в себе и в продукте. Так, у нас написал Вадик, я так думал, был уверен, что пойдут, никто не пошел, все боятся чего-то. Да, совершенно верно. У меня еще такой опыт был в жизни, что у меня есть вообще много знакомых людей, я даже не сомневаюсь, если у ваших знакомых тоже есть такие, которые вот не могут уйти, даже с работы своей. Вот они работают уже более 5-7 лет, там 10 лет на своей работе, а вот тяжело им уйти с работы. Но да, представляете, им не нравится зарплата их, им не нравится даже коллектив на работе, но они не могут уйти с работы. У вас есть такие вообще люди в вашем окружении? Ситуация в том, что для многих, для многих, какие-то изменения в жизни, они очень стрессовые. Если для вас это кажется пущей мелочью, пустяком, что сменить работу, сменить компанию, сменить коллектив, то для кого-то это кажется очень серьезной задачей, для кого-то это очень стрессово. Кто-то после отношений легко отходит от отношений, кто-то очень тяжело отходит от отношений. Поэтому, что вообще нужно делать? То есть, как я вообще провожу встречу с таким типом людей? Я никогда не разговариваю с ним умными словами, не рассказываю о своих доходах. Я просто приглашаю попить чай. Если мне человек даже боится или сомневается приезжать в офис, я ему говорю, слушай, я в офис один, никого нет, приезжай, пожалуйста, попьем чай, я соскучился по тебе. То есть, примерная фраза, примерный тип диалога, как я разговариваю. Когда человек ко мне уже приходит, я начинаю ему показывать полную картину вообще всего мира, что происходит вокруг и что меняется, что не меняется. Я ему рассказываю о том, что если человек совершает одни и те же действия постоянно, что меняется? Ничего не меняется. Я ему рассказываю о том, что есть тип людей, который поменял что-то в своей жизни, у него все начинает улучшаться и улучшаться. А кто-то изо дня в день жалуется на жизнь, жалуется на начальника, на своих там работодателей и в итоге у него ничего не меняется. Например, банальный пример. У меня была одна знакомая девушка, которая впервые в своей жизни съездила на отдых. Но съездила на отдых очень непросто. Так как по финансам у нее не все гладко, она решила взять кредит, чтобы первый раз в жизни поехать на отдых. И вот девушка берет для себя очень серьезный кредит на 100 тысяч рублей. чтобы отдохнуть в Доминикане. Представьте себе. Она осознает, что потом ей придется это все платить очень долго, но она все же улетает в Доминикану, отдыхает. Она сделала там 350 тысяч фоток, фото, да, о том, что она отдохнула в Доминикане. И в итоге она прилетает с Доминиканой и начинается такой целый сквал на нее работы. Она еще больше работает, чем раньше. Она еще сильнее погружается в работу, чем раньше. У нее еще меньше свободного времени, чем раньше. Зато у нее есть потрясающие воспоминания о том, как она отдохнула в Доминикане. И вот если они сидят за столом, либо какие-то рабочие моменты обсуждаются, они разговаривают только о Доминикане. Как здорово ей там было. Как здорово она там отдохнула, и как все было супер. Она не рассказывает о том, как тяжело сейчас ей на работе, как ей надоело то, что она не может даже сидеть вдохнуть спокойно, не в кредит. Она просто рассказывает всем, как ей было хорошо. То же самое многие люди, которые были в армии, а потом за каждой пьянкой, за каждым столом обсуждают только то, как им интересно было в армии. То есть представляете, как мало вообще в жизни человека происходит что-то интересного, что человек говорит только то, что было несколько лет назад, либо было всего раз в его жизни. Кто давно занимается заработком в интернете, тем легче строить структуру. И многие идут уже командой. А кто только стал работать через интернет, тем, конечно, тяжело. Полностью с вами согласен, Марина. Есть в этом момент, но есть такой нюанс в вашем высказывании. Понимаете, что у каждого скорость разная. Абсолютно у каждого скорость разная. И что для кого-то, чтобы построить команду, нужно 3-4 года, 5 лет, 10 лет. А кому, чтобы построить такую команду, нужно всего лишь полгода или 3-4 месяца. В моей команде есть человек, у которого была структура из 5000 человек. И самое интересное, что в этом бизнесе он был, скажем так, более 5 лет. И вы представляете, пришел молодой парень, который за 3 месяца сделал тот результат, который делал он за 5 лет. за 3 месяца тот результат, который он делал за 5 лет. И просто он мне говорит, Толь, что я вообще нахрен делаю в этом бизнесе, когда люди за 3 месяца делают объем работы, который я выполняю за 5 лет. Это относится, Марин, к вашему, скажем так, сообщению, потому что я считаю, что если у человека сильное желание и стремление, то вселенная преподнесет много вариантов, как вам это все сделать. Достаточно просто большое желание и, конечно же, любовь к продукту. Я сейчас не буду рассказывать все подряд в одном нашем обучении. Мы разобьем наше обучение на 5-6 пунктов, в котором я дальше вам расскажу основные фишки следующего. То есть, что стоит исключить из презентации, а что стоит включить, какие изменения нужно совершить в своей жизни, то есть, дальше, как ваше настроение влияет на вашу презентацию и так далее. Я вообще в шоке от работы в интернете, для меня это новшество. Наталья, я вам так скажу, что вообще интернет сейчас позволяет людям настолько сильно развивать свой бизнес, насколько не позволяла никогда работа без интернета. В интернете вы можете найти партнеров, которые еще больше вас любят и вам доверяют, чем те близкие люди, которые вас знают уже более 10-15 лет и вам все равно не доверяют. Потому что все люди в нашей жизни запоминают нас по определенной бирке. Вот как они вас помнят 5-10 лет назад, таким они вас и считают. То есть, независимо от того, что у вас происходит. Да, когда у вас изменения глобальные в жизни, конечно, они уже начинают это замечать, но в целом они считают вас такими же людьми. Это примерно то же самое, как родители считают своих детей всегда маленькими, пункты им 40 лет, 50 лет и так далее. То есть, для мамы вы всегда будете маленьким ребенком. То же самое, как для ваших людей, кто вас знает давно, вы всегда останетесь тем же самым человеком. Конечно, если у вас нет глобальных изменений. Покупка квартиры, покупка серьезного автомобиля и так далее. Давайте сейчас мы вот этот базовый уровень на сегодня закончим. Я могу ответить на оставшиеся у вас вопросы, которые у вас есть. И готов уже через некоторое время перейти к следующим пунктам, которые мы будем подробно разбирать с теми людьми, кому интересен наш тренинг. Чтобы мы прям уже подробно начинали обучаться, становиться сильнее, опытнее в бизнесе. И будем вместе с нашей дружной командой набираться опыта, знаний и увеличивать свой чек. Поэтому, если есть какие-то вопросы у вас на сегодняшнем обучении, пожалуйста, задавайте их в чат. Может быть, какая-то сложность. Как вы строите беседу с кандидатами в бизнес Фарго Коин? Владимир, хороший вопрос. Беседу я строю по одному простому принципу. Я вообще человеку даю понять, что такое тренд, как я вам говорил про Сбербанк Онлайн. То есть я сейчас говорю о том, что сейчас, как никогда раньше, можно заработать на криптовалюте серьезное состояние. И я ему, как эксперт в этой области для него, если человек в этом не разбирается, либо, если это сетевик, я ему говорю в том формате, то есть свою уверенность, свои знания, которые я знаю об этой компании, я ему просто описываю все плюсы компании. Например, сейчас очень модно заниматься криптовалютой. Ты согласен с этим? Ты видишь, как там, например, криптовалюты растут? Так вот, я выбрал компанию в этой криптовалюте по одной простой причине. Потому что это криптовалюта, и начинаю выписывать все плюсы. То есть, например, все ресурсы компании, все плюсы компании, возможность заработка в этом. И когда я начинаю строить аргументированно свой диалог, человек понимает вообще суть моего предложения. Об этом я расскажу вам в следующем обучении, когда я подробно буду объяснять, почему важно аргументированно выполнять действия, аргументированно делать презентацию и вообще строить диалог. Потому что, когда вы делаете это все не аргументированно, происходит просто спор. Если это сетевик с сетевиком, вы начинаете спорить с друг другом, чья компания лучше, чей маркетинг-план лучше и так далее. Если человек какой-то любит другую криптовалюту, а вы предлагаете ему свою, он начинает плюсы своей криптовалюты вам рассказывать, вы начинаете своей, и в итоге происходит чей кулек лучше на песочнице. Что делать, если партнер зарегистрировался и не хочет работать? Точнее, он кому-то что-то говорит, но не зовет никого навстречу. Дальше телефонный разговор не доходит. Наталья, отличный вопрос. Значит, партнер не осознал всю суть серьезности этого бизнеса. Партнер не горит желанием заработать так, как вы, потому что что-то в вашей презентации вы упустили. Вот знаете, у меня очень много людей, которые приходят на одну презентацию, на вторую презентацию, на третью, и только на четвертую они говорят, вот сейчас я понял, вот сейчас до меня дошло. И только после четвертой презентации он начинает прямо находясь уже в офисе всех приглашать, всех она звонит. То есть тот вопрос, который человека мучил, или даже тот вопрос, на который человек не получил ответ, он потом его получает и начинает двигаться. Потому что, еще раз повторюсь, многие люди скрытные, у многих очень много того, что они вам не говорят, либо боятся, либо стесняются сказать, поэтому важно на презентации, аргументированно рассказывать это все, отвечать на все вопросы, которые могут возникнуть, и убрать все страхи у человека. И только в таком случае у вас презентация будет успешной. Ребята, есть ли еще какие-то вопросы, я отвечу на них и на этом закончим. Может быть, у вас какая-то сложность в бизнесе, может быть, вы потеряли веру в себя, может быть, вы сейчас чувствуете, что вот-вот у вас получался, теперь не получается. Что-нибудь в этом роде? Я вам просто отвечу на этот вопрос. Мотивация страдает. Мотивация вообще строится, самое главное, знаете, какая? Не когда вы смотрите ролики, не когда вы мотивируетесь своими наставниками. Мотивация, прежде всего, это ваш успех. Мотивация – это когда ваше подсознание получает подтверждение тому, что вы на правильном пути. Если вы делаете какую-то презентацию, и человек подписывается, либо покупает ваш продукт, вот она, появляется мотивация. Если вы видите, что кто-то в вашей команде начинает зарабатывать хорошо, либо приглашать хорошо, вот она, ваша мотивация. Мотивация строится из ваших собственных достижений. А все, что вы называете мотивацией, я называю это внешней мотивацией, которая заряжает нас, ну, подобно конфете, да, то есть это быстрые углеводы. То есть вы просто посмотрели мотивацию, зарядились на 5-10 минут, но ничего в вашей жизни не поменялось. Поэтому самым главным шагом – это уровень, уровень вашей презентации, уровень вашего предложения, чтобы рос. Поэтому изучайте продукт настолько, насколько вы хотите сильно есть, когда вы голодны. изучайте сильно продукт, так как вам нравится в фильме, когда вы его рассказываете, да, то есть с большим, с большим желанием вы должны рассказывать, и тогда у вас будет получаться. Появились сомнения в самой монете FargoCoin. Раиса, сомнения будут всегда у всех. Чем бы вы ни занимались, какой бы компанией вы ни занимались, какой бы у вас продукт ни был, всегда будут сомнения. Это нормальное явление. Даже в отношении всегда будут сомнения, даже на работе всегда будут сомнения, потому что мы так устроены. И еще раз повторюсь, фокус внимания человека проще воспринимает негатив, чем позитив. Мы так устроены. Поэтому и сетевиков-то очень мало. Мало кто мыслит так же, как и мы. Поэтому если у вас есть какие-то сомнения, сомнения, то вы просто усилите свои действия и посмотрите, какие чеки у ваших наставников и мотивируетесь. Стоимость монеты – это нормальное явление, потому что она будет подниматься и опускаться, подниматься и опускаться. Если вы сейчас посмотрите, как многие вообще упали в минуса серьезные, то я думаю, на этом фоне мы можем мотивироваться. И я вам так скажу, Раиса, Елена, Николай, поймите одну простую фишку, что всегда есть сравнение, есть чем сравнивать. Если вы будете сравнивать себя с еще более успешными людьми, вы будете печалиться. Если вы будете сравнивать себя с теми людьми, кто ниже вас, вы будете мотивироваться. То же самое с монетами. Нам есть с чем сравнивать, ребята. Нам есть сравнивать как и с негативом, так и с позитивом. Поэтому самое главное – то, на что вы нацелены. Если вы нацелены на позитив, вы кругом будете видеть позитив. Если вы нацелены на негатив, вы кругом будете видеть негатив. Давайте я закончу свое обучение некой притчей, которая живет внутри меня. Встречается двое мужчин, оба мужа, у них есть жены, и один другому говорит, слушай, моя жена так плохо готовит, и я постоянно ей говорю об этом, она все хуже и хуже готовит. Другой говорит, слушай, а моя жена вообще замечательно готовит, я ей постоянно об этом говорю, и с каждым разом она лучше и лучше готовит. Понимаете? То есть то, на что вы сконцентрируете свое внимание, на что нацелен ваш фокус, то и будет улучшаться. Если вы говорите, что стоимость монеты упала, то я уверяю вас, значит у вас мало результатов в компании. Если вы будете хорошо зарабатывать, у вас стоимость монеты на какой-то там доллар даже не будет смущать. Если у вас большая команда и хорошие чеки, вы даже этого не замечаете. Поэтому, ребят, я безумно рад был всех видеть, я рад, что вы зашли на сегодняшний юбинал и нашли на это время, они посмотрели потом где-то в записях. Я рад, что вы задаете такие умные и потрясающие вопросы, потому что это для меня очень важно, что вы не просто сидите в пассивном режиме и делаете какие-то выводы, а задаете вопросы. Потому что каждый из нас учится на своих собственных ошибках, на опыте других людей и так далее. Давайте, когда будет следующее наше мероприятие и когда я соберусь проводить следующее обучение, я обязательно напишу в этом чате. Я всех рад видеть. Если кто-то желает, какие-то есть вопросы, оставшиеся, можете найти меня в ВКонтакте. Всего доброго, ребят, хороших вам чеков. И еще раз поздравляю.